Всем добрый вечер! Всем добрый вечер с окончанием второй недели Великого Поста и мы как раз в пост начинаем читать очень интересную книгу, актуальную, я думаю, будет и для поста и вообще для духовной жизни. Мы опять с вами будем читать книгу на английском и переводить на русский. Эта книга частично переведена на русский, но у нее какая-то такая интересная таинственная история, запутанная. Почему ее не перевели, так и непонятно полностью, но переведены только некоторые главы. И я буду говорить, показывать, какие главы переведены, а какие опущены почему-то. И название тоже другое. В русской редакции она называется «О хранении чувств». И можно ее найти в азбуке, но это очень-очень сокращенный вариант. Это издание гораздо обширнее. И сейчас мы начнем с предисловия, и будет понятно, я думаю, почему оно больше, чем остальные. Начнем с названия. В английском языке она переведена как «A handbook of spiritual council». Буквально даже я вот думал-думал и буквально никак не сообразил, как ее перевести. В энциклопедии православной переведена она как «Увещательное руководство». Но на самом деле, если прямо с греческого буквально брать, то примерно так, да, «консультационная руководство», то есть «консультация». Или, может быть, «духовное руководство». Но видите, тут добавлено «духовное». В греческом этого нет. Что интересно по поводу этой книги, что это единственная книга, как там написано в энциклопедии, которая написана самим преподобным Никодимом Святогорцем. Мы с вами уже читали его книгу «Невидимая брань». И он огромное число книг составил, переработал, опубликовал. И мы их знаем, как труды его, это такие самые известные, это добротолюбие, прежде всего. Откуда добротолюбие взялось? Это преподобный Никодим. Добротолюбие филокалий. Затем ответы, вопросы и ответы святых в арсенофе Великого и Иоанна. Множество других книг, в частности «Невидимая брань». Но все эти книги были найдены в библиотеках, собраны в каких-то рукописях, составлены вместе, переработаны, переведены на более современный греческий язык тогдашний и снабжены комментарием на духовные темы. Вот это в основном, чем занимался преподобный Никодим. Но эта книга – это его труд. И вот, как говорится в антиклопедии, это его единственный. Полностью с нуля он написал. Интересно. Немножко почитаем. Мы начнем с предисловия переводчика. Переводчика, который перевел эту книгу с греческого на английский. Потому что здесь будет объясняться ее содержание, из чего она состоит и почему. Я думаю, это интересно будет. Мы не полностью. В православной духовной традиции существует два вида памяти. Память ума и память души. Первое – посредством удивительной, непостижимой деятельности интеллекта хранит знания и впечатления, собранные в уме, как бы во внешней памяти. Вторая, впрочем, будучи духовной и нетленной памятью, в глубине очищенной души рождает такие знания, которые невозможно приобрести посредством внешнего обучения. То есть глубинная память. Одно знание берет свое начало в этом мире и является рациональным, ограниченным и основанным на философских категориях человеческой мысли. Другое знание, преподаваемое Богом, которое просвещает и физический, и духовный мир, душа получает в соответствии со степенью очищения сердца и своей любви к Богу и ближним. То есть речь идет о том, о чем мы с вами немного говорили и в предыдущих книгах, в толкованиях на Максима Исповедника, когда речь шла о знаниях богословских, когда люди закончили академии, семинарии и очень много и красиво могут говорить и о таинствах Троицы, и о Боге, и о догматах, но бывает так, что этими знаниями они обладают, а внутренних духовных знаний, основанных на опыте, на личной встрече с Богом, у них нет. И наоборот, бывает человек совершенно необразованный, а он в глубине души, как кладезь, кладезь этих духовных знаний. В увещательном руководстве, мы будем пользоваться названием книги, как она в православной циклопедии. В увещательном руководстве святой Никодим придерживается того мнения, что именно в обновленном и очищенном сердце берет свое начало истинное богословие и божественное знание, насаждаемое благодатью Божьей. Если бы знания, которые приобрел святой Никодим, были только внешне приобретенными посредством памяти его ума, а не чистоты сердца, он вряд ли смог бы изнести на свет дневной духовные дары Божии из глубины своей души и изложить их таким образом, чтобы они стали понятны и полезны многим. Вот почему отец Феоклит Дионисиадский, современный монах-святогорец и биограф святого Никодима, рассматривает увещательное руководство как настоящее чудо и творение экс-нихилу, это из ничего по-латински. Работа такой духовной ценности, источающая благоухание Святого Дука, не является продуктом одной только памяти ума или, другими словами, работы человеческого рассудка, но также продуктом памяти души, просвещенной и наполненной самим Богом. Духовная традиция православной церкви поставляет внутренне, так называемое мистическое богословие, опытное богословие святости, превыше всех прочих видов деятельности души. Это таинственное единение с Богом в сердце верующего христианина «Есть цель, предназначение, которое человек пытается достигнуть посредством веры, молитвы, любви и радостотворного сокрушения покаяния». То есть, опять-таки, богословие – это не набор знаний, истинное понимание православной традиции, богословие – это не набор знаний, а это опытное соединение с Богом. Научившись теории через практику, впитав в себя православную духовную традицию и став священным вместилищем для благовония и божественного знания, святой Никодим излил его с избытком в увещательном руководстве для пользы всех желающих. Вот это такое небольшое вступление, вдохновляющее на чтение. А теперь несколько фактов о самом переводе. Для перевода с греческого на английский этой духовной классики я использовал третье издание, датированное 1958 годом. Третье издание с определенной, там, сатириус в волосе. Это издание включает в себя три короткие заключительные статьи, не имеющие прямого отношения к основной работе. Оно также включает в себя биографию и службу в честь святого, память которого празднуется 14 июля. Все это не вошло в настоящий перевод из практических соображений. Впрочем, объемные сноски и комментарии, которыми изобилует издание 1958 года, были тщательно выверены и расположены внутри основного текста. Это было сделано не только потому, что они существенно углубляют содержание предмета, о котором идет речь, но также потому, что издатель утверждает, что эти комментарии были добавлены рукой самого автора, святого Никодима, который записал их на полях, одной из ранних копий своей книги, принадлежащей сперва некоему отцу Мартинесу, а на тот момент являвшейся собственностью вышеупомянутого издателя. То есть, вот об этих дополнениях и идет речь. То есть, кто, они не стопроцентны, не стопроцентно неизвестны, принадлежат они святому Никодиму, не принадлежат. Вот там в православной энциклопедии сомневаются, говорят, это не точно. В Греции, в этом издании, это издание, оно пользуется авторитетом, популярно, но как-то издается до сих пор. Поэтому, кто знает, Бог весть. Но дополнительные главы, которых нет в русском переводе, я не думаю, что это эти дополнения. Это это просто там сокращенный перевод. В заключение, я бы хотел сказать, что работа над переводом духовно этого увещательного руководства была для меня истинно духовным наслаждением и радостью о том, что эта классика отеческой сокровищницы стала доступна англоязычному читателю. Из более сотни творений святого Никодима эта работа является всего лишь третьей следом за невидимой бранью и идолеоном. Это правила и каноны православной церкви с толкованием из переведенных на английский язык и так далее. Он дальше там благодарит всех, кто помогал. То есть три всего три работы всего переведены на английский язык святого Никодима и видите, одна из них, та, которая почему-то не переведена полностью на русский. Возможно, где-то она переведена, но не издана. Может быть, изданная и мы не нашли, но в интернете ее нет. На азбуке очень сокращенная версия. Это маленькое вступление и начнем. Теперь сейчас это я перевел специально, сейчас будет не такой беглый перевод, так что, если что, заранее прошу прощения. Глава первая. атрибуты ума и тела. То есть вот этой главы вообще в русском переводе. Я буду говорить, какие главы есть, какие нет. И глава будет подразделяться на небольшие, маленькие части, у каждой из которых свое название. Первая из них. почему были чувства созданы. Зачем вообще? И почему человек является макрокосмосом в микрокосмосе? Должно быть, ты помнишь, дорогой читатель, что Бог вначале создал невидимый мир и затем видимый для того, чтобы открыть величайшую мудрость и многоразличное предназначение природы. как заметил святитель Григорий Богослов. Бог также создал в последнюю очередь после всего создал человека с невидимой душой и видимым телом. И таким образом он создал человека, чтобы он был космосом. Греческое слово космос у нас, наверное, перевести можно лучше как вселенная. Человек, чтобы он был как вселенная миром внутри себя, но не микрокосмосом, внутри более большого. как философ Демокрит провозглашал и как другие философы придерживались того же мнения. То есть речь идет о чем? О том, что мы с вами в большом мире, в большой вселенной находимся, в большом космосе. во всей созданной вселенной и в ней вот этот крошечный человек тоже со своим каким-то внутренним миром. И многие философы замечали, и святые отцы говорят, что он в себе содержит как бы всю вселенную. И философы придерживались мнения, что в этом огромном космосе человек как микрокосмос, то есть тоже маленькое подобие этого огромного космоса. Здесь свидетель Григорий Богослов и вообще церковные святые отцы говорят, что наоборот человек является макрокосмосом внутри микрокосмоса. То есть человек он больше вот этого всего сотворенного мира в себе. Сейчас попробуем разобраться. эти философы считали человека микрокосмосом, уменьшая и ограничивая его ценность и его совершенство внутри этого видимого мира. Бог напротив поместил человека в этом мире, чтобы быть как бы макрокосмосом, то есть более великим, более большим миром внутри меньшего. и он действительно более велик, более великий больший мир по добродетели и по множеству сил, которыми он обладает, которыми он награжден, особенно силой разума, силой духа и силой воли, которые являются сами по себе величием человека и которых этот видимый мир не имеет. Этих сил сотворенной вселенной нет. Видим. Вот почему святой Григорий богослов утверждает что Бог поместил этот второй космос, этот второй мир, то есть человека, чтобы он был, жил на земле, как более великий мир внутри меньшего. даже когда человек сравнивается с невидимым миром ангелов, даже тогда он называется более великим миром, в то время, как невидимый мир в сравнении с ним тоже меньше. человек включает в себе в своем мире эти оба и видимые, и невидимые, в то время, как ангельский мир не включает в себя элементы видимого мира. Вот почему человек уникален, почему он больше. В нем есть то, чего нет в этом видимом мире и даже в невидимом он содержит всего в себе оба этих мира. Святой Григорий Палама заметил, что этот космос, то есть человек, украшает оба эти мира, видимый и невидимый. Немесиус Олс также заключает то что человек как космос соединяет в себе низший мир и высший мир вместе и таким образом открывает, что Бог является создателем обоих этих то есть создателем всего. То есть да, да, но чтобы то, что человек имеет внутри, то, о чем Христос сказал, что там есть Царство Небесное, да, вот если вдуматься, где в этом мире Царства Небесного нет, человек имеет Царство Небесное и оно, конечно, больше Царства Земного, и так как первичен невидимый мир, так видите, и человек находится выше. И так понятно, да, почему, но единственное, что когда я прочитал вот эту маленькую статью, я не понял, я так пытался разобраться, так, непонятно, под заголовки было сказано, почему Бог создал чувства, зачем создал, зачем были созданы чувства, я думаю, где здесь об этом, потом стал размышлять, но на самом деле, вот эти чувства наши, они и являются связующим звеном для нашей невидимой души, которая принадлежит к невидимому, да, с этим видимым миром. Для этой связи вот этих двух миров, эту связь этих двух миров выполняют наши чувства. Вроде то, да, так. Вначале немножко как бы теории, я думаю, что будет дальше практика, это такое как бы предисловие самого автора. Вторая маленькая часть. Тело является как бы царским дворцом, а ум является царем, который в нем живет. Для того, чтобы лучше понять то, о чем мы говорим, позвольте мне использовать следующий пример. Тело уподоблено, уподобляется царскому дворцу, дворец был построен с превосходным архитектурным умением всеведущего создателя. дворец и этот дворец включает в себя как бы верхнюю комнату, которой является наша голова, внутри которой, а, и внутри самых внутренних комнатах находится сердце. Посланники, которые приносят сообщения, это наши мысли, а пути и тропинки, по которым все двигается, это как бы наша нервная система и то, что устроено внутри тела, как это все организовано. А дверями этого дворца являются пять чувств, пять телесных чувств. Душа или скорее ум, потому что душа, которая очищена, становится вся умом, как говорит святой Калист. Итак, эта душа должна быть понимаема как царь, который поддерживается тремя основными силами, то есть духом, умом и волей. Этот царь находится во всех частях тела. Святой Иоанн Дамаскин написал, что душа находится во всем теле, как огонь находится во всем куске металла, который раскалился. Мы раскаляем металл, он становится красным, то есть огонь наполняет металл. Ну, огня нет, имеется ввиду, что то, что в нем светится, это заполняет его все, не какую-то одну часть. Он написал, что вся душа соединена со всем телом и не только часть с частью. И также не тело содержит в себе душу, но скорее душа содержит тело, как огонь содержит вот этот металл. Итак, совершенно особенным образом этот царь имеет мозг как орган своей умственной, для умственной деятельности и способность рассуждать и способность желать, то есть силу воли и фактически вся сама его сущность сосредоточена в его сердце. Сущность души, сущность человека. как мы увидим в следующих главах. И этот царь также владеет картой и компасом своего воображения, чтобы записывать, замечать, скажем так, все, что входит в его ум извне через эти двери чувств. Так и так вот мы подошли к этой картине. Мы уже упоминали об этом образе, это не первый раз, святые отцы часто об этом говорят, что ум является должен, он как царь должен. Помните, мы говорили с вами, что у нас упадшего человека все наоборот, тело, оно владеет, душой и ум как раб трудится над тем, чтобы угодить телу, страстям, его желаниям, а должен он рассуждать о том, что благо, о том, как угодить Богу, вот с этого и начинается духовная жизнь. Это была маленькая вторая часть о том, что тело как царский дворец, а ум как царь, который в нем живет. Третье. Ум до и после святого крещения. Представили ли вы себе этот образ в вашем как бы воображении, имеется ввиду о дворце и о царе. Теперь обратите внимание, как некоторые сказали, что этот царь, то есть ум, он прост, чист и целый. И он является светом разума, разумным светом по своей природе. сразу же, как только он излился в тело и как он организовал, как он был создан Богом, до святого крещения ум из-за нашего первородного греха он покрыт как бы тьмой, пеленой тьмы до крещения. То есть изначально он был создан как свет, как разум Адам, вода. Но после грехопадения сейчас, когда человек рождается, мы как бы уже в какой-то подернутой дымкой, пеленой. И не может он видеть ясно. Но после святого крещения ум становится светом, отражающим высший естественный свет божественной благодати. Как святой Иоанн Златоуст говорит, ум сияет ярче, чем солнечный свет, чем солнечные лучи. Так долго, настолько долго, насколько он находится над темнотой греха, который он совершает вольно, то есть добровольного греха. И вот как хорошо и красноречиво говорит об этом апостольское слово. И мы, те, кто с открытыми лицами отражаем божественную славу, изменяемся подобие его непрестанно возрастающей возрастающей славы. Это своими словами. Второе Коринфянам, 3 глава 18 стих апостол Павел. Объясняя это место, святой Иоанн Златоуст пишет, что это за отражение божественной славы и изменения в его подобии. Это было более ясно и четко обозначено, когда он проявлял свою благодать через чудеса. И все же не более трудно увидеть ее и без чудес для тех, кто имеет глаза верны. Потому что как только мы принимаем святое крещение, душа начинает сиять ярче солнца, будучи очищена святым духом. И не только мы видим эту славу Божию, но мы так же получаем от нее как бы причащаемся ее великолепие, ее славу. Так же как и чистый кусок серебра в лучах солнца отражает и впитывает в себя эти лучи. Но какая жалость достойна только вздохнуть, горько вздохнуть по этому поводу нам. Потому что эта слава, которая невыразима и удивительна, остается в нас может быть один или два дня. Потому что мы угошаем ее, будучи уводимы в зиму мирских забот. которые как темные тучи закрывают от нас этот свет, эти лучи. Потому что заботы, относящиеся к этой временной жизни, действительно подобны тяжелой зиме и даже еще более мрачной, чем зима. Это был Иоанн Златов. Вот видите, то есть такие ссылки, которые видимо вот о таких ссылках идет речь, они были записаны либо на полях, либо давались отдельными какими-то сносками, здесь они вставлены в сам текст. Итак, это было о том, каков ум до и после крещения. И прочитаем еще одну маленькую и на сегодня достаточно. Четвертая она идет такими маленькими абзацами, маленькими частями, каждая из которых имеет подзаголовочек. Естественные атрибуты ума и тела. Тело должно быть управляемо умом. Естественный и основной атрибут ума из-за того, что он является умом, то есть по его сущности, это быть все время занятым духовными предметами, относящимися к нему, то есть он как духовная сущность наш ум именно принадлежит к духовному миру, то есть для него естественно быть занятым по большей части именно духовными предметами, которые ему близки по природе, потому что он невещественный и должен быть занят невещественным, потому что он бессмертный и он должен быть занят бессмертно. одним словом ум должен быть занят тем, что истинным является благо и иметь только эти блага как питание для себя, как для своего возрастания и для своего духовного насладения, для духовной совести. Напротив, естественные атрибуты тела из-за того, что оно является телом и телесным, это всегда уклоняться и всегда тянуться к телесным вещам, потому потому что оно физическое, оно принадлежит к этому физическому миру и потому что оно материальное, оно тянется к материальному. и одним словом тело тянется к тому, что является псевдодобром, для него оно является благом для тела по материальным меркам, но с духовной точки зрения он называет псевдодобром и пользуется этими материальными вещами для своего питания, для своего роста, для своей жизни и для своего наслаждения. Вот почему святой Григорий Низкий говорит в человеческой природе наслаждение имеет двойной характер. В душе оно действует посредством бестрастия, а в теле посредством страсти. То наслаждение, которое мы выберем, будет доминировать над другим. То есть, если мы с вами душа, наше желание наслаждение, оно естественно вложено в нас Бога. Человек был создан для наслаждения, общения с Богом. Это рай называется райом сладости. Адам был введен в рай для наслаждения. И то, что мы сейчас испытываем скорби и боли, и муки, и смерти, это все является следствием греха. И это нам все, конечно, противно. То есть, оно противно нашей и мы ищем наслаждение. Но вот проблема в том, что легко нам найти наслаждение, легче всего найти в материале, покушать, что-нибудь приобрести. Другие многоразличные виды всяких наслаждений и удовольствий телесных, которыми полон этот мир. И они очень доступны человеку. Но на самом деле, почему он говорит псевдо-добро? Потому что все мы знаем, что эти наслаждения и эти удовольствия, они никогда человека по-настоящему не удовлетворяют. Он что-то ты покушал, ты опять голодный через какое-то время, ты исполнил какую-то страсть или греховное наслаждение, получил, тебе потом вообще противно. Или ты потом начинаешь себя каяться и говорить, что это вообще валяюсь в грязи. Это же как в притче о блудном сыне. Помните, когда он ушел, он растратил все богатство, а богатство духовное было, и потом уже хотел получать наслаждение от рожцов, которыми свиньи питались, и никто ему не давал. То есть он уже не мог найти себе сладости, вернусь к отцу. А мы созданы, видите, речь идет, есть другие наслаждения. И эти наслаждения, они открыты для всех. Они открыты для всех еще здесь, в этой жизни. Духовные наслаждения. Сейчас почитаем, может, об этом будет тоже речь. Итак, видите, это двойная, две природы наслаждения у нас есть. И если мы выбираем телесные, как он говорит, будет доминировать. Если мы одно из них будет доминировать над другим обязательно. Если мы с вами телесные, то телесные наслаждения будут доминировать над духовным. Телесные если мы духовные, говорят, этот человек духовный, а этот человек телесный. Об этом Павел говорит, часто упоминает в послании. Так вот, что такое духовное? Это тот, у кого духовное доминирует над телесным. И хотя тело настолько, насколько оно является телом, оно естественно склоняется к наслаждениям, которые доставляют именно физические вещи. Тем не менее, оно водится, или так, я бы сказал, должно водиться, управляться и контролируется умом. В скобках душой сказано здесь, когда разум совершен и когда разум вступил в свои права. Называется человек разум. Правильно? Чем человек отличается от животных? Животные водятся телесно. Все у них, вот они полностью принадлежат этому материальному делу. И вот человек, это кто, я уже говорил, Тихон Задонский, по-моему, писал, он говорит, человек не животный, он должен жить не чувствами, а разумом. В таких простых словах он определил, в чем состоит духовная жизнь и в чем состоит чувство. Потому что согласно святому Иоанну Дамаскину разница между разумным и разумной душой и неразумной заключается в следующем. Неразумная душа ведется и управляется телом и чувствами. вот мысль, о чем мы сейчас, это по-русски книга называется о хранении чувств. То есть насколько чувства имеют в духовной жизни огромное значение. Нужно знать, что это такое, как вообще с ними управляться, что с ними делать. И я напомню, почему мы эту книгу вообще читаем. Вы помните, у Эмельяна в толковании Максима Исповедника несколько было главок о чувствах. И тогда мы, помните, обратили на это внимание, заинтересовались и вышли на эту книгу. Итак, еще раз, смотрите, это что Иоанн Дамаскин говорит. Неразумная душа, она ведется и управляется телом и чувствами, в то время, как разумная душа, она ведет и управляет телом и чувствами. Разумная здесь можно сразу подменить словом духовное. То есть, духовный человек, он контролирует высшим, низшим, а недуховный, чувственный человек или мирской человек, в том плане, что он живет миром. Он низшее контролирует высшее. Вот в этом как бы и да, вся наша. И таким образом это было определено и в начале создано Богом. Для того, чтобы разумное руководило неразумным, и для того, чтобы лучшее руководило худшим, и чтобы подчиняло оно себе все его инстинктивные движения, вот эти инстинктивные животные, неразумные. Неразумные. Вот почему, когда тело в теле образуется желание, оно не спешит немедленно к действию, для того, чтобы удовлетворить это желание, но блокируется или как бы задерживается владычествующим умом. Это имеет в виду, что оно должно так быть, что так было задумано. Это вот еще слова святого Иоанна Дамаскина. Неразумные создания не являются автономными. то есть не контролируются. Они не ведут, но они скорее ведутся природой. Вот почему они не возражают и не препятствуют физическим желаниям. Это неразумно. Как животное. Хочешь, исполняешь. Или мы как часто захотели сделали сразу. А потом подумали. Пожалели, раскаялись. И так видите, они не препятствуют физическим желаниям, но спешат к действию сразу же, как только они почувствовали это желание. Человек, впрочем, будучи разумным, руководит или, так скажем, я бы сказал, должен руководить. К сожалению, чаще всего, видите, мы с вами в таком состоянии духовном находимся, что, видите, приоткрываем глаза. Человек, впрочем, являясь разумным, должен руководить природой вместо того, чтобы природа им руководила. И так, когда он желает чего-то, у него есть власть либо отвергнуть это желание, либо последовательное. Вот чем отличается человек от животных. Это наша воля, наша свободная воля, то, что мы, конечно, мы с вами очень тяжело. И как даже апостол Павел говорит, хочу делать добро, а того, чтобы делать, не нахожу этого в себе. Если Павел говорит об этом, а он открывает для нас эту нашу природу, ее, в чем она состоится. Это не значит, что нам нужно руки опустить и прекратить всякие попытки. Нет, но нам нужно реально смотреть на вещи, осознать, в каком положении мы находимся. Очень часто в положении животных мы даже не задумываемся. Мы живем в потоке по инерции. Что захотели, то делаем. Куда нас повело, туда мы пошли. То есть мы живем чаще всего как неразум. Другими словами, Христос об этом говорит, что мертв. Мы живем как духовно мертвы. То есть вот эта плотская жизнь, она не жизнь с духовной точки зрения. Когда он говорит, оставьте мертвых, погребайте своих мертвецов. и цель духовной жизни это проснуться, это воскреснуть, это родиться, родиться во Христе, в Духе Святом и начать жить. А начать жить, это и значит, чтобы наш разум, наш ум, наша духовная стала наконец, хотя бы попыталась, хотя бы вообще вначале задумалась об этом и увидела положение вещей, а потом с Божьей помощью, вот это и есть суть всей духовной жизни, для того, чтобы человек попытался взять эти божьи образы правления в свои руки, ум, в руки духовного, вот это и начнется духовная жизнь. Вот для этого пост прежде всего, потому что что такое самое наше естественное, и простое желание, основанное на наших ежедневных потребностях, это еда. Мы с вами кушаем постоянно, и вчера интересное было, вот это слово, невкусный, вкусный, невкусный, кто если помнит, вот он говорит, Христос стал невкусным, невкусным для ада, это в кануне было, вчера, в субботу, в кануне второй недели великого поста, невкусным не в том смысле, что нравится или не нравится, с нашей чувственной точки зрения, как мы привыкли в русском языке, это нам вкусно, а это невкусно, нет, духовно, по-духовному, а церковно-славянский язык духовный, там другие понятия, невкусно, значит несъедобно, это не то, что аду не понравилось, ад просто не смог, для него Христос просто несвобода, он не смог его вообще бы удержать, даже если бы захотел, вот что такое вкусно и невкусно по церковно-славянски, то есть если мы к себе вот это применим здесь, то тебе что поставили на стол, то и кушай, хочется тебе, не хочется, вот пост, или то, что говорит церковь, вот церковь положила сегодня кушать такое-то хочется тебе там сыра или мяса, конечно, может быть и хочется, но тут и начинает разум и начинает духовное контролировать плотское, контролировать желание, и как это важно, я просто уже говорил об этом для детей вообще, которые вообще почти не постятся практически, а дети ой, а вы поститесь, да нет, мы не постим, родители на это вообще внимания не обращают, а для них это, если это должно начинать, не потому, что там им, дело вообще не в еде, дело в этой способности контролировать себя и сказать нет своему желанию, своему желанию, которое руководит, вот с пеленок, оно их уже руководит желание нас, и есть, да, я не знаю, там слышно или нет, мальчик, отец Тиняев рассказал историю, мальчик-алтарник жевал швачку, швачку жевал, в алтаре, поддержал его, да, и говорит, правильно, подошел, он говорит, отец Олег, все, я, говорит, пост не буду жевать, говорит, вот пост, он сделал над собой усилие, правильно, это, вот это усилие принуждения, потому что, смотрите, о чем он говорит, наше тело по природе своей, оно будет, его влечет туда, оно его влечет вниз, и вот эта вот борьба между нами, она происходит, поэтому царство небесное берется усилием, поэтому, когда, говорит, тоже, напомнило мне, в Патерике есть, по-моему, Зосиму, пришел он к нему и говорит, ну, скажи мне, что главное для монахов, то есть, для духовной жизни, естественно, да, они озабочены монашество именно духовным путем, он говорит, по мне монах тот, кто по всем делает себе принуждение, то есть, опять-таки, понимаете, не просто, тут вот эта связь, да, между желаниями, опять мы подошли к этой теме, очень интересной, на сегодня, я думаю, мы закруглимся, если еще вопросов нет, достаточно, мы, видите, четыре, четыре главки, мы, может, к ним немножко вернемся в следующий раз, по мне, так очень интересно, я не знаю, как, не очень сложно, я надеюсь, микрокосмос, видите, да, я тоже сначала, сначала, как бы, не понял, не совсем понял, о чем речь, но на самом деле, вот если так вот, ты вдумаешься, посмотришь, не человек что-то маленькое, а в нас, видите, сокрыто, в нас там, такой мир, вот этой борьбы, можно сказать, и вообще взаимодействия вот этих двух миров, и наш выбор, чему мы отдадим предпочтение, ну, хорошо, достаточно на сегодня, всем помощи Божьей, на пост, давайте помолимся, всем ангелам, хранителям. Субтитры создавал DimaTorzok